Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Никола Ланкрей. Французская школа, сельский праздник. В новейшее время Моне и Моне пробовали вести снова живопись сцены, известной под названием Петэ Шампетрес, изобретенной венецианскими мастерами. Моне для своей известной картины «Завтрак в лесу» взял за образец концерт на открытом воздухе Джорджоне. Вполне понятно, что французского жанриста мог прелестить нежный розовый тон красивых женских тел на фоне залитой солнцем зелени лугов и деревьев. Но особенно привлекательны картины подобного рода, если в представленной сцене участвуют кроме женщин и мужчины не в темных, современных нам костюмах, а в старинной нарядной одежде ярких цветов, поющие звучными густыми голосами, сливающимися с нежными женскими сопрано. Не столь художественно, как венецианцы умели изображать такие сцены французские живописцы XVIII века. Их отношения к трактуемому сюжету, да и само мировоззрение были совершенно иные. Вместо неподдельного страстного чувства заступило у французов пикантность вместо наивности явилась кокетливая игривость. Не только женщины, но и мужчины разряжены у них как куклы. И кажется, что также и они набелены, нарумянины. Во всем видна преднамеренность, тогда как у Джорджона много настоящей поэзии и мечтательной страстности. У Лан Крея, как и в самом стиле рококо, чувственный мотив играет главную роль. На первом плане наряд и кокетство. В его картине налево хорошенькие девушки из лучшего общества весело купаются, направо другие одеваются после купания. О прелести хорошо развитого женского тела почти нет и помина. На свежие пухленькие тела купальщиц художник накинул сорочки, позволяющие однако догадываться о формах этих тел. Особенно пикантно сопоставление светлых красочных тонов. Слева над светлой поверхностью воды блестят формы нежного женского тела, окутанного складками белых рубашек. Справа выделяется на фоне кустов группа уже одетых дам пестрыми, разноцветными, шелковыми костюмами. Там мягкие крупные формы над резкими бликами воды. Здесь затянуты в корсеты фигуры холодно-блестящие краски, платьев и мягкий фон. Деревья и кусты намеренно для контраста написаны закругленными и пушистыми. Ланкре, хотя и самый талантливый из последователей Вато, не владеет его умением выдерживать единство освещения, составляющее первые условия для достижения светового эффекта при полусвете. Его картина слабее картин Вато как по композиции, так и по колоритам. Более прозрачному и вялому, переходящему в синевато-зеленоватый общий тон. У него все сводится к пикантной игре прозрачных тонов и нет сознательного стремления к художественной игре святотени. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Мода и Кнаппа». Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok